Как у казахов забирали земли. Книга Сидельникова. Борьба за казахские земли. Книга 1907 года. Таким авторитетным исследователям и знатокам степи, как Щербина и Кауфман, работавшим по организации совершенно незаконного отобрания казахских земель под переселенческие участки, весьма удобно и выгодно было отыгрываться на признании своеобразных условий кочевого быта в тех случаях, когда они на том к лицу сталкиваются с нуждами и потребностями самих казахов, как оседлых земледельцев. Иначе им пришлось бы приостановить колонизацию степи, выгодную с недавних пор, в кавычках, истинно русским землевладельцам, заняться сложным и трудным делом поземельного устройства самих казахов. Тем более, как раз во второй половине 18-го столетия началось усиленное наступательное движение над казахской устью со стороны казачьей колонизации, требовавшей для себя весьма значительного количества земель. Например, одно оренбургское войско занимает в настоящее время площадь 7,5 миллионов десятин, а кроме того, за счет казахских земель были устроены войска сибирская и семереченская, занимающие не менее 5 миллионов десятин. Уральское войско со второй половины 19-го столетия оттягало у казахов всю левую сторону Урала с массой хороших заливных лугов, ныне по нужде арендуемых теми же казахами. При таком положении дела, когда площадь пастбищ, предоставляемых свободному пользованию казахского народа, не расширялась, а наоборот значительно сокращалась, очевидно, для казахов оставалось только два других выхода из критического положения. А именно, сначала обеднение, а затем постепенный переход к оседлому земледельческому хозяйству. Мы уже видели, как казачья колонизация степи была начата в середине 18-го века и непрерывно продолжалась до последней четверти 19-го столетия. Постепенно отняла у казахов более 10 миллионов десятин самых лучших земель. А затем, по прекращении казачьей колонизации, были открыты продолжающиеся до настоящего момента работы по образованию переселенческих участков из так называемых казахских излишних земель. Параллельно с расхищением башкирских земель могла бы разграться, может быть, еще более грандиозная бахханалия расхищения казахской степи. Только в качестве такого полновластного хозяина, олимбургские генерал-губернаторы могли в первой половине 19-го века запрещать казахам заниматься земледелием и вообще бросать свой традиционный кочевой образ жизни. Отнимая у казахов лучших узких земель, она, взамен того, не приносит им самим ровным счетом никакой пользы. А на неустроенных и бездомных кочевников, не знающих, как быть дальше, куда деваться, она смотрит только как на неприятное препятствие. На этой почве и получаются возмутительные вещи. По данным совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, обработанных до степи, тем же Кауфманом, на Иртуше и в Алтайском горном округе, живет арендой чужих земель 92 тысячи безземельных казахов. В то же время земли ближайших степных уездов отводятся за излишество под переселенческие участки. В 18 веке Россия просто переименовала целый народ на свой лад, потому что им так захотелось. И по сей день они говорят, что казахи были киргизами, хотя это было не так. Книга Левшина 1832 года. Приступая к историческому описанию киргиз-казаков, первую обязанность почитаем сказать, что им дают в Европе чужое имя, которым ни сами они себя, ни их соседи, исключая россиян, их не называют. Казак, перешедший в Средние века и ко многим отраслям русского племени, принадлежит казахским урдам с начала их существования, и что они себя даными иначе не называют, как казаками. Под этим именем они известны персиянам, бухарцам, хивинцам и прочим народам Азии. Китайцы, смягчая начальные буквы К, говорят хасаки. До 18 столетия и в России не знали киргиз-казаков, но и именовали их казаками, казачьей ордой. Субтитры создавал DimaTorzok